Информацию по резонансным делам, которые здесь поставили, вот Канн Валерьевич озвучил, дела некоторые в Гагре, и здесь, которые имели место в Иксуфу, я озвучу, а потом я скажу, довольны мне своей работой или нет, это уже в конце, наверное, было слышно. Относительно, да, я скажу и по ветеранам, по всем вопросам, которые вас сегодня интересуют по резонансным уголовным делам, я готов ответить на все вопросы. Что касается статистики преступлений, эта информация, она имеется у министра внутренних дел, я не буду это озвучивать, относительно 20-го, 21-го года, 19-го года, по категориям преступлений, какие были показатели тогда и какие показатели сегодня. Сегодня я только знаю одно, что в десятки, в десятки и более показателей стали меньше. То есть это свидетельствует о том, что работа сегодня определенная проводится. Я не буду хвалить ни себя, ни сотрудников МВД, ни представителей СГБ. Что касается дела, уголовного дела в Гагре, который делал несколько лет. Уголовное дело, которое произошло, вот недавно произошло, событие в городе Гагра относительно, в отношении, вот вы слышали, связанное с сотрудниками милиции. Значит, 16-го ноября произошло это событие, и в ходе самообороны здесь очень часто употребляют такой термин, что произошло убийство, но со всей ответственностью заявляю вам, что я с первого дня был вовлечен в этот процесс. В городе Гагра возбудили уголовное дело, и в настоящее время проводятся следственные действия. Значит, у сотрудников милиции, управления уголовного розыска, Министерства внутренних дел и по Гагарскому району была информация о готовящемся преступлении в отношении их коллег. А именно есть такой сотрудник Читанава и начальник уголовного розыска Шванг, который, один из них, сегодня в настоящее время отстранен от работы. Это Читанава. Значит, у сотрудников милиции была информация, что граждане эти и Харгуш готовят убийство. Долгая информация обладает? Дай мне, дай мне, дай мне, дай мне. Прошу прощенчик. Нет. Прошу прощенчик. Так, я сейчас, сколько дней они обладали, или, да, но, господи, я примерно знаю, это было несколько дней. Вот эта информация у них имелась. Более того, на сегодняшний день имеются СМС-сообщения, которые поступили в прокуратуру города Гагра, где мы видим, что они абсолютно долго и незаконным путем. И у нас имеются на сегодняшний день две записи из камер-видеонаблюдения, о которых сегодня никто не знает и никто не видел, как происходило это событие. Имея такую информацию, сотрудники милиции, естественно, согласовали вопрос предотвратить это преступление, так как, естественно, касалось их коллеги и нужно было как-то реагировать быстро. И 16 ноября Харгуш и Тегия, вооруженные обнестрельным оружием, гранатой F1, следовали по месту жительства сотрудника милиции Читанаб. В это время готовилась спецоперация по их задержанию. У эстакады по везду города Гагра сотрудники милиции остановили их. Когда они вышли из маршрутного такси, на котором они следовали месту жительства Читанаба, сотрудники милиции на трех автомашинах остановили их от Харгуш с целью их задержания. Те сразу же вытащили оружие и стали угрожать им убийством. Какое оружие можно уточнить? Да, я уточню. У одного был револьвер-маган, это у Харгуша, у другого был обрез двухствольный и граната F1. Сразу Тегия, погибший, вытащил гранату и схватился за кольцо. Это видно на камере. И в это время, естественно, сотрудники милиции понимают, что есть угроза их жизни и что им не представится возможно просто взять так и их задержать, с учетом того, что реальная угроза на Харгуш с целью, они стали их отпускать. Харгуш и Кепер стали удаляться. Удалившись на определенное расстояние от сотрудников милиции, никто из них, из сотрудников, не применил оружие. В один из моментов, когда они уходили, отходили от сотрудников милиции, это отчетливо видно на камере. Харгуш, который сегодня находится в больнице, раненый в предвлечье, произвел три выстрела из наганов в направлении сотрудников милиции. А именно Папа и Хецея, которые находились в непосредственной близости от него. Это расстояние 15 метров. Это видно на камеру. Когда это произошло, естественно, понимая, что есть угроза жизни сотрудников милиции, а я тоже именно так это оценил, и в соответствии с законом о милиции, в такой ситуации, когда есть реальная угроза... Когда есть реальная угроза жизни, в этот момент, когда были произведены выстрелы, сотрудники милиции также применили оружие. В результате один был ранен, другой скончался от полученных телесных повреждений. Значит, прокуратурой было возбуждено дело в отношении Харгуш, который сегодня остался в живых, в отношении другого детя, среди со смертью, будет принято процессуальное решение. Я, как прокурор, считаю, что действия сотрудников милиции вносят правовой характер. Можно вопрос? Это что касается этого... С этим эпизодом. Причем перейдем к другому резонансному делу. У меня вот есть вопрос один. Вы, как прокурор, конечно, вы должны, естественно, расследовать причину следственного связи. Вы сказали о том, что был отстранен из занимаемой должности один сотрудника милиции в связи... Как его... Убийство Читана, но Швамба, да? Нет, Читана. Нет, второй. Но вы же знаете, и это даже то, о чем вы сейчас говорите, это официальная информация, она везде есть на любом информагентстве. Но мы знаем, что эти ребята, это тоже официальные, и с милицией говорили о том, что они готовили покушение сотрудника в связи с убийством, как они считают, друг друга Атыба, который там истязали, избивали его, совершил там суицид, впоследствии скончался в больнице. По тому факту, почему не был привлечен к ответственности Швамба, хотя бы началась бы предотвращение его профессионального проверка. Может быть, тогда бы у них не было бы стимула идти на какие-то противоправные действия в отношении сотрудника в милиции. Это раз. Если бы вовремя вы отреагировали бы, не отстранили Швамба, а вот, не знаю, приняли бы какие-то конкретные профессиональные меры в отношении него. Даже сейчас вы не отстраняете его. И еще один вопрос. В чем была необходимость сотрудникам милиции, если специально говорили, что они убегали, и убегая произвели выстрелы, несколько дней ввели, сняли их с маршрутки, с маршрутного такси. В чем была необходимость открыть огонь на поражение, с группой, специально организованной какой-то оперативной группой, задержать двух, не знаю, можно сказать, малолетних ребят. И почему вы возбудили, вот официально, вот что вызывает возмущение в обществе? Почему прокуратура возбуждает уголовное дело в отношении этих одного потерпевшего, ну, раненого, который покушался, но не хотя бы не возбудили проверку на предмет превышения должностных полномочий? Или совершили сотрудниками правительства противоправного действия? Ввели несколько дней, не задержали их, открыли огонь на поражение, 20 выстрелов было, в затылок, в спину попали этому парню, убегали. Если он уже убегал, ну, какой он мог угрозы? Ну, даже смог выстрелить, опасаясь, угрожал на течку, потому что, зная, что его друг был забит, естественно, в рамках изолятора временного содержания, он, наверное, боялся, что с ним то же самое произойдет. Наверное, вот о чем речь, что когда нет законных решений, люди ищут альтернативные люди. Вы не знаете, какие решения выносятся в прокуратуре. Вот вы сейчас правогласно заявляете, что законных решений не выносятся. Это не так. Вы сегодня обладаете неправдивой информацией. Я не знаю, откуда у вас такие источники. Вот вы сейчас говорите, что нет заблуждения. А я вам скажу, как есть на самом деле. СМИ, а СМИ публикует. Откуда эту информацию? Генеральная прокуратура на сайте. Генеральная прокуратура, то, что публикует, я вам скажу, это так и есть. А вот многие, которые публикуют информацию, я не знаю, откуда они ее берут. Ко мне лично в прокуратуру никто не обращается за получением информации. Для объективности. Я готов, дайте я отвечу. Я не готов, чтобы отвечать на все вопросы. Я готов не брать. Просто из вашего доклада сейчас, о котором вы рассказываете, господин Кенте, убитый, да, никакую стрельбу по сотрудникам милиции не вел. Он с гранатой стоял. Нет, подождите, это вы сейчас сказали. Это не я, он убегал, он ушел сюда. Он не планирует. Стреляли в спину. Он уходил. Знаете, как я вам скажу. Я так понимаю. Другой вы сейчас не спрелял. Знаете, как это вы так понимаете. Этот, чужа в гранату, убегал. Он убит. Давай скажу следующее. Поэтому я отвечу на ваш вопрос. Я вам скажу следующее. Как только гражданин Кенте, как вы говорите, вытащил гранату, он когда ее вытащил, он в метре был от сотрудников. Вот в этот момент. В этот момент его не застрелили. Удали уйти. Уже в этот момент сотрудники милиции имели право стрелять. А теперь дальше, а теперь дальше. Тогда они отходили. Это другой разговор. Он в этот момент не сказали, ему дай уйти. Не надо после, он высказывает, что... Ему дали уйти, но ему не сказали, стреляй в нас в сбор. Я вас услышал. Насколько было необходимо в рамках вот этого уголовного тела, будет принято решение в отношении сотрудников милиции тоже. На этом этапе мы не видим нарушений. Я вам заявляю, я вам говорю. Я лично просматривал две видеозаписи. И у меня сложилось такое впечатление. Я не вижу там нарушений и превышений со стороны сотрудников милиции. Если кто-то знает больше, ради бога, это ваше личное мнение. Наша целька такая. Теперь, что касается шванг. Вот вы говорите. А посмертие от милиции. По смерти адреса, в настоящее время, уже более месяца, возбуждено уголовное дело. В августе произошло? Да. Месяц назад мы возбудили дело. А, ну, с августом у нас проводилась проверка. А, уголовное дело возбудили? Конечно. По отношению трех сотрудников милиции возбудили уголовное дело. Оно находится на стадии предварительного производства. Что касается... Вы в своем преступлении отвечаете, что сотрудниками МВД и оперативниками адреса в районах по информации, готовящейся к себе покушения, сотрудникам МВД и оперативниками, чтобы отреагировать на возможное покушение к сотрудникам милиции. Если у этих сотрудников была информация, разве они были правы сами заниматься такой сложной спецоперацией, так как это тоже молодые ребята идут в сотрудничестве? Так как именно на них покушения готовы, как мы понимаем, потому что они участвовали в безбиении, адреса, как так получают, что сотрудники СГБ этим вопросом не занимались. Если имели информацию, люди с гранатой, подвергая пассажирам, поездили с оружием на маршрутном транспорте, приехали в Ганну, где все это были значительные службы, где при себе такой жопы запросил покушение на сотрудников милиции, как вы здесь говорите, эти вопросы кому можно адресовать? Даже в этом вы не видите никаких нарушений, что даже в этих действиях нет нарушений, что при предотвращении покушения, люди, на которых готовилось сильно покушение. Несколько дней. Несколько дней причем. Швамба участник первого преступления, где занимали армию. Уважаемый педагог, во-первых, Швамба не преступник и не участник никакого преступления, и в отношении него нет никакого дела. Я попрошу вот так не выражаться. Что касается Швамба, он... Более того, Швамба подерживающий, чтобы выставили. А результатом одной видеокамеры вы считали за заключение подерживания. Уважаемый педагог, а в последующей капельной результате уже принятие террористов. Террористы, ребята, которые пытались убить за другого убили. Так, какой вопрос? На какой вопрос надо ответить? А почему так получилось? Значит, объясняю. Отвечаю на ваш вопрос. Инцидент произошел между сотрудниками Гагерского РОВД и ребятами. Но вот эти двое, они вообще не имели никакого отношения к этому инциденту. Они просто товарищи того Адыба, который повесил... Так, теперь, теперь, этой операцией руководил сотрудник управления Министерства внутренних дел. И он никакое отношение не имеет к Гагерскому РОВД. Он на себя взял ответственность, сформировал трубу и проводил это мероприятие. По-другому предотвратить это преступление, на мой взгляд, может, какие-то методы существуют, но я считаю, что они действовали. Наша задача сказать сегодня, они действовали в рамках закона или нет. Мы говорим, что они действовали в рамках закона. Привлекать, как вы говорите, из него сидят, они их прям в постели взяли, как ни разу, на теорию, и бороться с серьезными проблемами. Но, знаете, вот я вам просто скажу, если в вас в упор будут стрелять, а вы будете сотрудникам милиции, как будете реагировать на это? Это вас заводить, зачем охоту, да? А какие методы были? Деньги, как говорили, сами сказали, была информация. Да, и что? А что? Сочтели теплые, не забрали. Знаете, если они с постели забрали бы теплые, как вы говорите, у нас стал бы другой вопрос. А с чего вы изняли, что они готовы? Это по-прежнему. Это как бы нас пригласили, государство сказали. Мы некомпетентные. γοaelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Я не знаю, о них ничего не могу сказать, но такими методами действовать нельзя. Это вызывает обратную реакцию. Это ваше сугубо личное мнение. Я даю правовой отсек, если вам не нравится, вы оставались при своем мнении. А я говорю о фактах, которые имеются в деле. Вы благословите генеральный прокурор, вы без медики уже равна. Вы не делаете его, профессионально. Вы не делаете его, за чем он говорит. А там, ваше сугубо личное дело, а там, ваше сугубо личное дело. А там, ваше сугубо личное дело. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что касаемо уголовного дела Прокурор дал свои комментарии Естественно Произошла трагическая ситуация Это молодые ребята Которые были жить и жить Но я хочу рассказать Как это все происходило Во-первых, эти молодые ребята Неоднократно судили Даже в свой юный возраст То есть рецидивисты По тяжким статьям В 2020 году Непосредственно Кетия При грабеже отдыхающих Сотрудники милиции Начали задерживать Где он пытался Ударить ножом Сотрудника милиции Я вам просто хочу Объяснить Что да, я понимаю Что молодые люди И все Но это совершеннолетние Молодые люди Которые естественно Не должны были В такой трагической ситуации Погибнуть А должны были Пользу приносить Нашей стране Да, нам поступила Информация о том Что готовится Покушение на сотрудников милиции Мы могли использовать Правильно тут было замечено Спецподразделение Есть и СОБР Есть и ЦСН Которые непосредственно Участвуют в данных мероприятиях Там большой круг лиц Мы не знали непосредственно Кто Это долго Ими обсуждалось Кто будет непосредственно Совершать данное преступление Мною В Гагра Было послано Двое моих заместителей Министра Внутренних дел Которые непосредственно Встретились с родственниками АТИБа И разговаривали На предмет того Чтобы урегулировать Данный вопрос В спокойном русле В законном русле Это было сделано нами Есть два заместителя Внутренних дел Вы можете их пригласить сюда Спросить Как беседа произошла И все остальное Когда планировалось Уже непосредственно Покушение Она планировалась Несколько раз Оно не за один раз Планировалось Оно то отменялось По каким-то их причинам То не могли они На это решиться Или еще что-то Чтобы прийти домой И задержать человека Я должен знать Кого задерживать В первую очередь Еще раз поясняю Что круг очень большой Да, до нас находились Слухи Что будут какие-то Акты мести Поэтому мы разговаривали Непосредственно С родственниками Погибшего Мы не знали Что это будут делать Друзья Или знакомые Когда данное преступление Обсуждалось А оно обсуждалось За сутки Уже непосредственная подготовка К преступлению Там была вся переписка Какая их роль Была там Выполнялась То есть Гражданин Кетя Должен был С обреза Выстрелить в голову Замначальник УВД Города Супун А второй Который сейчас Находится раненый Должен был его добить Я вам говорю Сейчас все Что есть в переписке Все чем Дайте мне сказать Все чем Они намеревались сделать Все находилось при них На задержание Пошли сотрудники Управления Уголовного розыска Совместно с сотрудниками Которые находятся В Гагровском РУВД Несостраненными сотрудниками Они имеют стаж Который руководили операцией 15 и выше лет 20 лет Там не было Совсем рядовых сотрудников Которые шли На данное задержание Естественно Что В данный период Когда они пошли На задержание В момент Уже Генеральный прокурор Прокомментировал То что Задержание происходило В особо опасных условиях Для жизни И окружающих И сотрудников Органов внутренних дел Да Была применена Сила Применена оружие В соответствии С законом О милиции Соответствующая Правовая церковь Будет дана Генеральной прокуратуре Сотрудников милиции Но если вы Когда уже Уголовное дело Будет озвучено И все будет опубликовано Почитайте Как там шла переписка И с какими подробностями Что Там обсуждался Даже вопрос Что когда он Детей ведет В школу Чтобы совершилось Это преступление Вы извините меня Для меня преступники Все одинаковые Я здесь не знаю Мне сказали Что я с кем-то Кого-то выбираю Кого-то не выбираю Ну говорите пожалуйста По фактам Я уже отвечу На эти факты По поводу выбора Но когда Сотруднику милиции Угрожает опасность И если мы на это Не будем реагировать Я считаю Что это неправильно В первую очередь Да Я послал управление Уголовного розыска В ГАГУ Которое находилось Там не один день А несколько дней Потому что Мы не знали Именно день Когда будет Совершаться преступление Спецназ Чтобы выехал С города Сухум Или Сварчи Понадобится ему До трех часов То есть Они должны собраться Мундироваться Соответственно Должны получить приказ И выехать туда Но всю жизнь Сотрудники органов Внутренних дел Управления уголовного розыска Задерживали Сами преступников Где это Непосредственно Происходил Между ними Контакт На то Эти полномочия Им даны Законом Если есть Ко мне вопросы Я отвечу Вопрос у него Уточняющий Я задал По прокуратуре И получил ответ Все же При исследовании Вот этих всех Оперативной информации Вы должны были Конечно Сотрудники Гангерского Обредить мотивы Такого желания Этих ребят Совершить Преступление И в отношении Кого Они хотели Вот это Совершение Не обсуждали Семинар До последнего момента В отношении Там Лоббировалось Между Читонава И между Начальником Уголовного розыска И там были Нет Они обсуждали И лично Я вам скажу Подождите Я сейчас объясню Я вам скажу Вот например Если бы Если бы За грабеж И Сопротивление Сотрудников Милиции Товарищ Тетя Получил бы Не три с чем-то Условно А получил бы Реальный срок Эти ребята Были бы сейчас Живы И может быть И справились бы И пошли бы По другому пути Но к сожалению Наш суд Дал им условный срок Я не знаю Когда рецидивистам Дают сроки условные Это уже не мне Давать оценку Уже Суде Некоторых вообще Я понимаю Некоторых вообще Пускай То этого бы не произошло Но эти ребята Имеют несколько судимости Они для нас Рецидивисты И особо опасные преступники Нет Понятно Вопрос только Там обсуждались Личные неприязни Потому что Они сталкивались С сотрудниками милиции Личностно По личностным моментам Нет Кто-то из состава мести Изначально обсуждалось Из состава мести Поэтому я своих заместителей Послал Переговорить с родственниками Атриба Только из-за этого Они приехали в Гагру И разговаривали с ним То есть Это все Последствия всего Но мы не можем Заранее реагировать Много чего люди могут Между собой обсуждать Что я им могу не нравиться Вы им можете не нравиться И какие-то Но мы Действуем по факту Преступления Мы знаем Что готовятся Например Разбойные нападения Вот Разные Разбойные нападения Мы не можем Заранее их задерживать Мы устраиваем Засады И на месте преступления Пытаемся задержать Предотвращать Когда мы видим Что если у них С собой оружие Если они возят Мы естественно Раньше реагируем И задерживаем данных Что предотвратить Если есть еще Тут несколько Я насколько знаю Преступления Как и интересовалось Есть вопросы Я готов ответить Важно Меня обораживает И говорили Гениально Благодарю Что не видел Как То избивает Российскую Не вы знаете Подождите Подождите Кто Кто-то вешается там Или вешаем Гражданин Атыба Вешался за два года До этого В Цандривском РОВД Это тоже мы знаем Гражданин Атыба Тоже была попытка Суицида За два года До этого В Цандривском РОВД Я тогда извините Меня министром Внутренних дел Не был Я вам говорю Это Прежде чем Обвинять сотрудника Воздушной Уголовное дело Виноваты Будут сидеть Неправильно Применили оружие Будут Нести ответственность По всей строгости Закона Меня это Очень сильно Настораживает Но меня Настораживает То же самое Что идет Открытая борьба Настораживает На генеральную прокуратуру Настораживает Настораживает Камера Камера Сказали Сказали Что они Не работают Поступил Сигнал В милицию Только то После того Когда был Доставлен Гражданин Кулбай С агрессивным ранением В республиканское В республиканскую Больницу Тоже нам Не дал Пояснение По этому поводу Почему Гражданами Не вызвана Была милиция А сами Пытались Перекрыть Дороги Для меня Это непонятно Для меня По моей информации Перекрывали Дороги Это Предшественники И помощники Так называемого Вора в забой Но сейчас Когда сюда Заходил Сказал Подождите А при чем Тут пост А при чем Тут пост Понятно Тут пост И при чем Этот пост Гаил 300 лет От этого происшествия Надо было Высок Милицию А не перекрывать Дороги 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 Я не понял Для чего Вы Дороги Дима 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 Что было Что за 17 числа Когда в центре города Раскреляни Нет Вы нашли Какого Племянника Президента 6 месяцев прошло Задержив Человек Дороги Сразу Реакция была Дима Реакция была Дима Реакция Мы Кудрович Мы Кудрович Судьи И которые Загивают Дело Да Людей Убивайте Субтитры создавал DimaTorzok